Как обеспечить безопасность детей в период новогодних каникул? Один из главных атрибутов праздника – петарды и бенгальские огни – могут стать причиной трагедии. Специалисты советуют, покупать фейерверки нужно только в специализированных магазинах. Упаковка должна быть целой и сухой. Эти и другие несложные правила родителям напомнили на общеградском собрании. Родители несут ответственность за жизнь и здоровье своих детей. Их пример является одним из основных факторов успешного воспитания навыков безопасного поведения. Поэтому именно сегодня мы призываем родительскую общественность города, представители которых находятся в этом зале, формировать у детей навыки обеспечения личной безопасности, проводить с ними беседы, объясняя важные правила, соблюдение которых поможет сохранить жизнь. На собрании присутствовали руководители почти сотни школ, спортивных и художественных секций. В этом году в Анапе увеличилось число ДТП с участием несовершеннолетних. Чтобы обезопасить детей, им раздали специальные светоотражающие наклейки. В общеобразовательных учреждениях было проведено более 40 мероприятий с участием сотрудников ГИБДД и других структур. Не стоит забывать и о безопасности в интернете. Регулярно проводится мониторинг социальных сетей, блокируются запрещенные сайты. За год в Анапе было выявлено более 200 ссылок на источники, способные навредить детской психике. Как считают в управлении образования, в новогодние каникулы нужно обеспечить занятость школьников, записать их в спортивные секции или творческие кружки. Всегда, в преддверии любых каникул, образовательные учреждения активно работают над формами занятости, в которых мы предлагаем принять участие детям. И ситуация следующая. Если учреждения организуют на базе своей, то там предпринимаются очень серьезные меры безопасности. То есть это как при образовательном учреждении, и что если ребенок посещает образовательное учреждение в каникулярное время, здесь мы спокойны. В новогодние праздники в Анапе запланировано более полутысячи мероприятий. В общественных местах будут дежурить сотрудники полиции и казаки. Перед началом каникул рейдовая группа посетит семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. Специалисты напомнят родителям правила безопасности и проведут беседы с детьми. Ирина Меркурьева, Ксения Сипко, Михаил Григорьев. Анапа. Регион.